Скоро ЕГЭ, я смотрю КС, да, и потом станешь двоечником, и потом пойдешь вместе дворы. А потом с тобой случится самое худшее, еще и дочером станешь. Куда уже глубже. Ладно, друзья, давайте посмотрим за Ньюком, потому что Na'Vi на атаке. Это важнейший раунд, потому что таким образом они могут зацепиться за первые три. Напомню, что на Мираже они выиграли обе пистолетки. И теперь Рейд. О, какой же шлепок в лесу, Санечки. Такого не должно происходить. Минус симпл у команды Na'Vi. Рожденные побеждать в меньшинстве, и это серьезные проблемы. Потому что сейчас пистолетный раунд может выйти из-под контроля. И в любом случае они рассчитывали сделать одну тактику симплом. А теперь нужно действовать 4 в 5. Раскидывают плента, Гзист, ну, почти словил флешку, хотя эффект довольно быстро прошел. Эдвард наказывает Ника, погибает Гзист. И на пленте никого нет, электроник. Еще и наказывает Херригана. Na'Vi в меньшинстве уверенно вышли на точку. Какие же минусы от Элика? Два кила от него, один от Флейми, один от Эдварда. Совершеннейший анрил от них. Давайте понаблюдаем, как будет картин. Он здесь мучится на девятке, потому что шансов у него тут просто нету. Это 1-0. Na'Vi очень-очень спокойно все здесь сделали. И теперь фейс-клана надо будет форсить. Предыдущий раз на дефенсе фейс форсили с двумя скаутами. Как, по-твоему, дабл-скаут? На нюке это точно не вариант. Не вариант. Мне кажется, дробовики было бы неплохо купить без арморов. Этот девайс часто решает именно на нюке. Но у команды фейс другой сценарий. Они берут пока что ЦЗшки и деглы Гарден вместе с Ника. Ну а у Na'Vi все под контролем. Это юмпики этот и Калашникова. Ребята идут через улицу, откидывают банки. Но, кстати, вплотную на ланге стоит Керриган. Ловит флешку, играет ЦЗ, его проверяет электроником и ментально наказывает. Но при этом электроник красный. И сейчас нужно играть немножко аккуратнее. Ника. Очень спокойно на шифте. Элик против него. Здесь нужно как-то похолдить, потому что если отдастся сразу, то у тебя контроль над картой пропадет на этой части. А там, тем временем, разборки по полной. Люди умирают у фейса один за другим. На мэне уже прошли Na'Vi. Рейна ждут. Флейми прекрасно понимает эти тайминги такие, что Рейна не заметил Флейми. Но все-таки справился с ним при помощи Калашникова. Ника получила сделать килл. Конечно, заберет там АК-10, но это не особо большое поражение для Na'Vi. Флейми пока что вентиляция. Готов принимать спину. Бомба стоит. Ника взял УЗИ, но вряд ли пойдет отдавать УЗИшку в этом раунде. Все-таки в следующем все равно ждет экономический. 600 долларов Ника, возможно, заработает. Спрашивает Электроник, сколько ХП у Ника. Но, скорее всего, ответит, конечно, Электронику. Однако позже пока что Ника должен засейвить. Ника вентиль пошел. Тут у нас рядом Флейми. И полезет ли дальше Ника? Нет. Он пошел в тупики и, видимо, выйдет на улицу. Но там отличная позиция, чтобы засейвить. И бомба не взорвет. Вообще на Нюке тяжело сейвить, потому что карта многоуровневая. И эпицентр взрыва, он как бы почти везде. Ника бежит. Кстати, Симпл его убьет. Как-то Ника странно сыграл, если честно. Он выходит на вилку и вообще взрывается от бомба. Очень странное решение от Ника. Три ХП. Гаррина Керриган говорит. И окей. Итак, у нас Юспы у команды Фейс Клан. И команда Най может довольно быстро вести по счету 3-0. Так и есть. Эти три раунда дадут уверенность, дадут тот самый фундамент, который Na'Vi получили еще и на Мираже. Мы помним, что они тоже начинали со счета 3-0. Соответственно, против Юспов будет крайне легко. У нас одна ХЕ-шка от Ника. Интересно, почему не решились на дабл ХЕ. Это обычно очень серьезно может помочь. В том случае, если ты точно кинешь выход на улицу. Быстрый. Флейми не был к этому готов. Начинает стрелять Эдвард. И они на двоих получают себе все киллы в этом раунде. На'Vi довольны. Не потеряли ни одного девайса. Подфармить, правда, хорошо не удалось при помощи MP9, который в руках у Эдварда сделал только один килл, если я не ошибаюсь. Ну и теперь уже первый девайсный раунд на карте Данюк. Да, это очень хорошо. На самом-то деле, Na'Vi действительно сыграли аккуратно в прошлом раунде. При этом смело и активно. И в любом случае, сейчас могут покупать несколько раундов подряд, если вдруг фейзы начнут набирать раунды в защите. А напоминаю, в защите на карте Данюк раунды берутся очень просто. И Na'Vi нужно попотеть. Зевс возле дверей. Na'Vi заняли десятку. Тем временем Электроник уже зашел на улицу. Прилетает один смог, второй смог. И Элик может уходить на нижний этаж. Уже большая половина карты под контролем команды Na'Vi. Керриган ошибается. Электроник отличная работа. Можно идти дальше. Хотя, скорее всего, это холд. И Na'Vi опять подумает, как лучше сыграть. Уже в большинстве. Опять же, Керриган один из самых интеллектуальных игроков. И в своей команде, и в Европе. И подобные ошибки ему не присутствуют совершенно. На районе. Да. На районе-то вообще. На дворе. И на той скамейке, на которой мы все вместе с вами сидим. Guardian тем временем остался на КТ-спауне. Na'Vi очень медленно законтролили большой кусман карты. И теперь будут постепенно выдвигаться в сторону, я так понимаю, Апланта. Пока они раскинули просто точку. Видимо, ждут, пока кто-нибудь из игроков защиты сделает контр-выпад в эту дымовую завесу, например, из будки. Но пойдут, видимо, на точку B. Флейми откидывает коктейль Молотова за дальний ящик. Чекает ближний. На рампах у нас Рейн. И тот на пятачке, на холпе. Оп, Флейми не заметил его. Рейн начинает пушить. И Флейми, может быть, погибнет. Не знаю, Флейми ожидает ли этот выпад. Нет, не ожидал. Рейн моментально делает минус. Электроник все-таки дождался Ника где-то снизу. Элик просел. Ну и Эдвард, посмотрите, какая хорошая позиция. Он просто на девятке. Его чекает. Кстати, Гзист, ошибаются игроки команды Фейс. Как же не хватает стрельбы. Гзист, непонятно вообще, как не убил сейчас. А почему он не дал инфу Гардиану? То есть ты видел, насколько долго Гардиан разворачивался на 180, да? То есть он услышал стрельбу. Инфы вроде как не поступило. Продолжал словак смотреть мейн. Хотя уже к этому моменту стоило обратиться внимание на девятку. В любом случае для Na'Vi это еще один раунд. Это подарок с небес для нашей команды. Потому что что? Потому что это битва. Не за вылет. Не за какие-то там попадания из групповой стадии. Потому что из группы обе команды уже вышли. Но по правилам ESL, та команда, которая в этом Best of 3 выигрывает, получает право сражаться с полуфинала. Что означает, что уже на 1-4 не надо будет играть. И для Na'Vi это лишний день отдыха. И уже топ-4 на ESL Pro League. А это денюжки. Потому что призовой фонд ESL Pro League равняется призовому фонду мейджора. Самому большому призовому фонду вообще в Counter-Strike. Я не думаю, что тут вопрос, опять же, денег. Na'Vi хотят выиграть, наконец-таки, ну очень просто большой и престижный турнир. Они вплотную приблизились на DreamHack Marseille к этой задаче. И, конечно, хотели бы сейчас уже занять первую строчку. Хотя будет тяжело. Во-первых, и в этом матче, конечно, против них играют очень могущественные фейсы. А если дойдут до финала, все-таки там, скорее всего, будут ожидать Астралис. Которых мы вчера видели и которые, ну просто мокрого места не оставили. Наконец-таки у Зевса появилась хоть какая-то статистика, потому что у него был triple-о. Да? Да. Прикольно. Вот, теперь его прикончили. И теперь у него о-о. Один. Ну, Зевс себя хорошо показал в любом случае на Мираже. Поэтому нельзя сказать, что на нюке должен отдыхать. Но, я думаю, на нюке другие ребята сейчас включатся на полную катушку. И, в принципе, нюк можно забирать. Но, опять же, 5-0 это не приговор. И команда фейс в любой момент может включиться. И точно так же потом во второй половине тоже взять и пистолетный, и первый бай. И эти 5 раундов поджать. Керриган, Керриган, Керриган слышит симпла. Но нет, нет, не позволили тайминг ему зайти. Не стал лагриться. На шифте идет. Он просто преследует на шифте. Кстати, Гзист. Неплохой тайминг в десятке. Забирает Флейми. И Керриган теперь может забирать кого-то в спину. И команда фейс, возможно, возьмет этот раунд. Гардиан погибает снизу на пленте. От развали террена погибает Гзист. И Керриган говорит, почему же вы не пожили, ребята. Нужно просто было немножко жить. Электроник, кстати, догадывается, где находится оппонент. Керриган ловит двоих. Подбирает девайс. Но симпл ставит хэдшот. Это 5-0. Вот это было что-то страшное совершенно. Честно говоря, этот раунд, знаешь, казался тем самым, который надо проиграть. Вот Na'Vi любит подобные заливать, когда вроде все под контролем. Но там минус не получился. Здесь что-то где-то провалили. И в конце концов получилось то, что получилось. Но Na'Vi, потеряв все девайсы, не считая одного, все-таки взяли этот раунд. И теперь второй девайс на карте Денюк. Напоминаю, что поезды играют на сильной стороне, но это не их карта. Это такая карта, на которой они не любят играть. И теперь уже мы видим последствия выбора от Na'Vi на их пик. Ника играет у двери. Хаешки полетели. Керриган тем временем пытается сыграть на улице. Очередной смог от Na'Vi. И постоянно, регулярно Na'Vi пользуются очень широкой атакой. И присутствие есть на рамбах, присутствие есть на секрете. Всегда, независимо от того, является ли это главным вариантом атаки или нет. И Зевс еще и просматривает сейчас заходы от Рейна. Рейн, как всегда, пушит медленно, но верно продвигает свои цели нуля. Зевс стоит, ждет. Рейн решил отойти. Все-таки назад смог, развеялся. Ну и потерял Керриган довольно много хеллспоинтов. Сейчас ему нужно найти будет хорошую позицию тут на улице. Улица под контролем. Зевс находит все-таки Экзиста, который решил подпушить десятку. Ника сыграл на размене. Но, с другой стороны, Na'Vi получили какую-никакую информацию. Электроник, кстати, уже снизу снова. И может заходить через вентиляцию на планета. Да и Флейми близко к пристройке. Электроник наказывает снова Ника. Флейми разваливает Керригана. И пока что мы четко видим, что карта The Nuke это та карта, которую Na'Vi тренировали усердно на буткемпе. А вот команда Фейс Клан, конечно, Nuke потренировать не смогла. Ну понятно, когда они могли тренировать Nuke. Только перед DreamHack Марсель. А до того момента, точнее после того момента уже нет. У них Лан, 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 Лан. Причем в случае с Фейсами у них этот Лан, Лан, Лан не прекратится до середины июля, когда закончится Киолин. А, кстати, в Марселе они были. Они как раз-таки проиграли. То есть они перед DreamHack Марселя готовили Nuke. И отлетели Астрали с 16, там, 2 или 3. Поняли, что да и ладно. Ну и все, больше Nuke не тренировали. Не, ну я не буду все равно тут говорить, что Na'Vi без шансов сейчас победят. Потому что сглазить я не хочу. Подожди, мы можем прямо сейчас сказать, что эту игру невозможно проиграть. И в таком случае у Na'Vi будут все шансы на это. Мы все прекрасно знаем, насколько это хорошо работает с СНГ коллективами. Ну и Фейскланд, что у них есть здесь, загашники. ЦЗшки, UMP, первые арморы. Но, опять же, на Nuke, на дефенсе можно сыграть подобным баем. Можно даже выиграть раунд. Но просто только куда это все придет. Главное сейчас для Na'Vi то, что они на хорошей морали. Они несутся вперед, они чувствуют игру, они чувствуют каждый угол. Да, где-то есть маленькие провалы, но они ни к чему не приводят к смертельно опасному. Кзист разменивается один на один. Тем временем выходит еще и Рейн, поддерживает своих тиммейтов. Есть пуш синего с рампов с двери, одновременно от Фейскланд, но все углы проваливаются. И да, они сделали три килла. Да, это приятно, но это все еще 7-0. И Na'Vi заминирует. Но в любом случае у Na'Vi немного денег за счет этих киллов. Хотя нету Симпла 15 тысяч, друзья. Тут я ошибся. Денег с лихвой все-таки. Ну, позапрошу, наверное, раунду. Саша просто всех продает и у себя оставляет. Да, и оставляет много-много денег. Лепреконит. Но у нас сколько уже? 7-0, правильно? То есть один раунд. И это в любом случае минимальная победа на карте Nuk за слабую сторону. Но в любом случае пока что Фейскланд ничего показать не могут. Нужны какие-то агрессивные индивидуальные действия от парней. Но пока что справиться с электроником команда Фейскланд явно не может. Он просто ходит по улице как себе домой и там постоянно делает какие-то минусы. В частности, находит вот этого товарища. Ника, наконец-то, справился с Эликом. И то спорная ситуация, но попал Ника очень сильно. Но в любом случае 4-5 и наконец-то Фейз начинает преимущество. Так и есть Ника. Все еще в углу. Симпл и компания не готова давать первый раунд на этой карте. Ника, Ника просто проявит Флейми. Флейми все-таки допушат. Почему-то наш обзорвер решил, что Саша будет именно тем человеком сделать здесь фраг. Но не тут-то было. Егор справился сам. И теперь равновесие восстановлено. Рейн остался на Б-планте. У Na'Vi все еще есть целая минута, чтобы принять решение, куда же им пойти. Потому что от Сикрета, как вы знаете, есть два пути. Один ведет нам мейн и заход на А-плэнт. И другой, соответственно, вглубь уже Б-планта. Но это все еще крайне опасно делать, потому что по Фейсклану нет вообще никакой информации по Na'Vi. Есть инфа о том, что они находятся в Сикрете. Эдвард тем временем занимается контролем. Проходят ребятки через тупики. 30 секунд до конца этого раунда. Наверное, пора уже немножко ускориться. Na'Vi это понимает. Начинает топать в тупиках. Зевс принимает улицу. Делает все, чтобы в спину к своим тиммейтам никто не успел. Но позиции неплохие. В любом случае у защиты. Рейн прячется на нижнем этаже. И, в принципе, проверить его будет очень тяжело. Флейми в тупиках. Бомба ставится. В вентиляцию падает. Гзист. Это круто. Рейн, кстати, может забрать Симпл. Спалился Симпл. Перестреливает все-таки Рейна. Ну и 3 в 3. Бомба стоит. Все хорошо для команды Na'Vi. Зевс спускается в вентиляцию. Гзист моментально падает. Гарден на вилочке. Зевс пытается забрать вентиль. Но, наверное, оно того не стоило. В конце концов, старина Иоанн Сухарев. Один против двоих. Прилетает Смог на бомбу. И Смог, кстати, не точный. По-моему, Ваня Эдвардс может увидеть игрока, который занимается дефузом. Эдвардс выходит. Но тщетно. Это 7-1. Первый раунд для команды Фейсклан. А я, пользуясь случаем, хочу передать привет всем сургутяночкам. Друзья, Фейсклан все-таки смогли хоть немножечко отдалить свое поражение. Возможно, здесь. И взяли первый раунд. Хотя было очень тяжело. И вопрос у меня только, наверное, к тому, зачем Зевс там пушил. Да, Зевсу не нужно было. Все-таки 2 на 2 нужно было уже сейвиться, играть аккуратнее. Хочешь новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов? Добавь остроты с БК Лига Ставок и стань участником настоящих сражений. Но вот Нюк не похож пока что на настоящее сражение. В отличие от Миража, тут все-таки преимущество существенное за Нави. Но вот Петушок от Гзиста может сейчас круто сломать команду. Да, тяжко-тяжко. Начало быстрое от Нави не смогло. Точнее, не прошло никаким образом. Зевс в углу. Горит. То это классик ОЛ. Симпл вместе с Эдвардом попробует сыграть вдвоем, хотя шансов крайне мало. Есть контроль над рампами. Рейн не имеет информации о месторасположении Саши, поэтому может здесь ошибиться, если пойдет глубже. Да, он не будет чекать. О, нет. Он не будет чекать. О, нет. Он не будет этого делать. Вот Симпл с легкостью снимает с него голову. И теперь есть какие-то шансы. Два на четыре. Эдвард. Еще и двери мог только что забрать, но не получилось. В итоге на Эдварда уже, наверное, рассчитывать не стоит. Тут Симпл. У него 100 на 100. Он занял нижний этаж и зовет Эдварда в гости к себе на кофе. Гзист. Идет Вентиль. Заметил Гзиста. Слышит Гардиана. Разваливает Словака. Но выходить, наверное, в тупки не стоит, потому что тут находится еще один круг защиты. Симпл это понимает. Возвращается назад. Эдвард, тем временем, играет очень аккуратно. И, по-моему, Вентиль пойдет еще один. Серьезные проблемы у команды Фейс в этом раунде. Ай, Керриган. Заметил все-таки Костарева. Ментально его разваливает. Эдвард выходит принимать аквариум, но не судьба. Это 7-2. И команда Фейс. Клан берет второй раунд подряд. Да, тяжко. Тяжко. Даются Нави такие раунды. Опять же, радует то, что они очень разнообразно играют. То есть у нас были массовые заходы на улицу. И с улицы уже контроль мейна или контроль б-планта. Был также вот этот быстрый раунд на А-плэн. Были продвижения по рампам. Правда, вот, наверное, рампы самое пока недоцененное место для Нави. Кайс, не помеха для работы. Нави, тащи Фейс, пускайте флаги. И, конечно, если ты охранник, то это самое время заняться просмотром замечательного матча, в котором участвует СНГ-команда. АВП у Гардиана. Скорее всего, будет играть Словак снова на лонге. Но у Нави бай не заканчивается. Нави постоянно ставят бомбу. И в плане денег у них все неплохо. Правда, нет авика. Но, видимо, на нюке за атаку авика они берут слишком редко. Керриган решил поджать лонг. Действует возле стандартного ящика тайровского. Ну и один раз Электроник эту позицию уже проверил. Да и, в принципе, довольно много там гранат. И нужно ожидать в любом случае постоянно подобный пуш. Тебе не кажется, Сень, что время начинать уже говорить, что 7 раундов на атаке это хороший счет для Нави? Нет, я не думаю. Вот это вот все. Пока что все-таки карта в любом случае под контролем рожденных побеждателей. Немножко не везет в каких-то микромоментах. Поэтому они отдают 2 раунда подряд. Но буквально один, если возьмут, там все равно деньги закончатся. Поэтому еще можно очень круто сломать команду фейс-клан. И, если честно, выйти вообще на счет. Или 10-5, или 11-4. Керриган все там же. Нави халдят, контролят. И неужели они будут просто раскидывать плента, например? Без подготовительной работы. Флейми ждет. Ника. Ну, вообще, очень-очень тихо играют Нави. 50 секунд осталось. Возможно, стоит на тоненького сейчас сыграть. Керриган готов выходить, контрпушить своего оппонента, а именно Элика. 40 секунд. Парни просто застыли. Вообще никакой информации. Обновляется смок от Флейми. Прилетают молики от Зевса на вентиляции. Это проход на Аплэнд со всех сторон. Электроник нашходит на улицы Керригана. Гардианы работают с девятки. Минус Зевс с Флейми. Выходит следующим. По нему не попадает. О, мой бог. Второй все-таки выстрел. И Гардиан попал. Но 3 на 3. 20 секунд. Где бомба? Надо уже принести к планту постепенно. Ника все еще не выдал свое месторасположение. Тем временем тихо Элик заходит на улицу. Эдвард вместе с Симплом выходит на вентиляцию. Здесь Рейн с левой вилки. Ника замыкает со спины. Симпл. 8 секунд. Надо ставить бомбу. Зачем ты вытащил ее вообще из своих штанов? Электроник остался один. И он не удел. Почему все это время Элик пушил девятку с улицы, а его команда шла на Б? Потому что это нюк. Это то, о чем я всегда говорю. Из-за отсутствия опыта как раз-таки такие розыгрыши у Нави страдают очень сильно. Они вот сами просто не понимали, что делают. То есть, как бы время поджимает. Тут надо принимать решение. Или на Б спускаться, или на А. Они долго думали, долго общались. В итоге приняли решение не совсем правильное. Спустились вниз и погибли. Потому что там был Рейн. Хотя нужно было банально выйти на Аплэнд. Они имели инфу в любом случае по Словаку. Там вот Ника оставил за Иксом. И он мог это зарешать. Но на Размене, я думаю, могли и его забрать. Плюс Электроник, конечно, с улицы действительно мог обходить. Тоже тащить тот раунд. Но в любом случае, снова такая опасная ситуация. Все так же нет денег у команды Фейс. Достаточно. Поэтому в любом случае Нави могут сейчас, взяв буквально один раунд, разрушить надежды команде Фейс. Да, тяжко, тяжко дается игра Нави. Но пауза должна восстановить сейчас равновесие. За их спинами есть Кейн. Должен дать пару-тройку идей. У Зевса два килла. Ему нужно прямо сейчас включаться весь процесс. Атака. Да, семь раундов это хорошо, но надо больше. И индивидуальная стальба, она не проседает. Мы видим, какие же хорошие моменты тащат Нави. Но нужно больше. И прямо сейчас. Электроник стоит перед дверью. В этот раз он на улицу не пошел. Флейми решил, видимо, воспользоваться респауном. И занял красный ящик тайровский. Ну и ждет. Или подставится, кто у команды Фейс. Проходит на нижний этаж. Занимает ступеньки. Ну и все это прекрасно слышал Керриган, который находится как раз-таки в ангаре. Плюс Ника получила эту необходимую информацию. Там сейчас многое, видимо, решится именно снизу. Флейми или Ника. Пойдут эти ребята до конца или просто ждут. Но Нави пытается расконтролить минуту времени до конца. Откидывает Электроник в стандартные банки в двери. И, по идее, будут атаковать плент А. Егор двигается вперед. Элик получает сквозь смок. И это уже меньшинство на Нави. Но надо бороться дальше. 54 секунды. Ника встретит сейчас Флейми. Егор падает. Замертво то же самое касается и Ивана Сухарева. И теперь уже Симпл вместе с Зевсом. 2 на 5. Ситуация повторяется, как и в предпредыдущем раунде. Зевсу тоже не получилось сыграть. Но здесь совершенно безидейно 1x1. Нави отдаются и не могут ничего сделать в ответ. Фейсклон сохранили все девайсы. Экономика начинает уже постепенно подниматься. А вы знаете, насколько тяжело ее выстраивать на дефенсе. Калашниковы и АВП у Словака. В плане Бая все лучше и лучше. Ого, вот это вид у тебя. Астана за Нави. Amazing Azamat. Это, кстати, не Астана, по-моему. При этом. На картинке. То есть вот так. Ну, это Казах просто где-то за границей. Мне кажется. А, ну, может быть, кстати. Может быть, ты прав. Мне кажется, это не Астана. Ну, вообще, вроде как говорят, что там богато. Поэтому я верю, что это в принципе. Не, там круто. Но там новые, по-моему, здания такие должны быть. Стеклянные всякие. Мне кажется. Ну, я думаю, что наши географы в чате подскажут троечку за то, что это была Астана. Четверочку за то, что это была не Астана. Мы все прекрасно знаем, как она выглядит. Ника тем временем готов сейчас принимать снова, по-моему, нижний этаж. Да, он тут находится в ланге. Чекает тупики. Ну, и нами опять проходят в очень важную для себя позицию. Но вот что будет дальше? Раскидка Аплента уже не сработала. И, может быть, резонно действительно попытаться расконтролить точку Б и как-то тут сыграть от размена. Эдвард погибает. Все чаще и чаще удается первые минусы как раз-таки делать команде Фейс-клана за счет этого, за счет преимущества, в одного человека они начинают набирать свои очки. Ника тем временем пропускает лонг. Симпл не чекает. Ника, кстати, не догадывается, что рядом с ним оппонент. Ой, вот это он перевелся. Браво, Ника. Симпл уходит. Ситуация 3 в 5. И все меньше шансов у Нави на этот раунд. Весь наш час считает, что это все-таки Астана, друзья. А у нас тут, да, продолжение. 40 секунд. Электроник встретится с Ника в упоре. Окей, хорошо. Электроник убивает Ника. Гардин тем временем разобрался с Зевсом и Флейми. Достался 4. Поставился 4. Доволен. 2 на 4 ситуация. При этом все будет крайне сложно что-либо здесь поделать. На плечах Электроника висит почти весь раунд. Лоу-хп-шный Керриган зайдет ему в спину. Только надо это делать по инфе. Вместе с Дистом, который уже погибает в... Тишкей и Электроник вместе с Флейми все еще ждут. Когда же к ним придут Рейн. Хороший хэдшот. Электроник падает последним. Все-таки были шансы, но не получилось с Нави закрепиться и на этом раунде. Это 5 подряд от фейсклона. У Нави при этом деньги не заканчиваются. 5 отдают, бомбу постоянно ставят и регулярно у них все больше и больше Калашниковых. Кстати, говорят, что это Сургут все-таки был. У нас Динфу Саши наконец-то привозят. Ну что, друзья. 5 тысяч у команды Нави. Еще один тайм-аут. Потихонечку ребята из команды Фейс начинают набирать раунды. Но теперь я могу сказать, что 7 этого может хватить. За атаку. Ну, нет, даже не то, что хватить, а хороший счет на атаке. Ну, классическая фраза для комментаторов, и она все-таки сбывается. Нави взяли себе вторую паузу. Опять же, ничего страшного еще не происходит. Верить в себя надо. Есть, конечно, маневры, которые не получаются. Да не, на самом деле нужно делать, мне кажется, то же самое. Просто не умирать в начале. То есть там кто-то регулярно погибает. Или там Электроник в дверях позапрошлом. Эдвард в прошлом, по-моему, погиб где-то на будке. Или на улице Керриган сделал минус. То есть постоянные какие-то киллы, и это все приводит, ну, просто к численному преимуществу команды Фейс Клан. Поэтому однозначно нужно занимать все так же важные для себя позиции, а потом вместе без отдач зажимать плент или алибо. Молики полетели от защиты антирашевые нави, соответственно, не пройдут уже по рампам. Замечу то, что нави очень мало использует рампы. То есть вот именно там четыре человека, например, заход, такого не было вообще. Любого сплита с использованием этих рампов очень-очень мало используется эта точка. Но это, опять же, идея нави на мейн. Да, и Керриган войдет в спину. Никто не смотрит. Почему никто не смотрит в спину, братья и сестры? Что же это такое? Это катастрофа, друзья. Нави проигрывает еще один раунд. Выход неплохой получился. От Керригана как раз-таки к своим оппонентам. Видимо, смог. Говорил нави, что в этот смог никто не пойдет. Но Керриган воспользовался этой облошностью и затащил. 7-6. Уже 6 подряд от команды Фейс Клан. И, наконец-таки, у нави нет денег. 3,5 тысячи. Скорее всего, сыграют с пистолетами первыми арморами. И уже в последнем раунде мы увидим, ну, просто фулл бай от рожденных побеждать. Там и АВП, возможно, появится у некоторых ребят. Да. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует сургутяночка. Майя и Нави, походу, в этом танце на первой половине могут проиграть за таким же минимальным счетом, как и на Мираже. 8-7. Давайте понаблюдаем, если они смогут справиться хотя бы с 14-м или 15-м раундом с этими недобаями в виде двух деглов, двух ттшек и калаша от Флейми Керриган. Он пытается прострелить смог, пока у него получается найти хоть немного дэмэджа по Эдварду. Севс остался на улице. Все остальные загуляли в секрет. Ника пока что опять принимает тупики. Здесь ключевой игрок команды Фейс Клан. Именно на нем плен Б отчасти. Только потом Рейн будет спускаться с рамп. Ну и Рейн пока что чекает. Хотя тут смог и никого он увидеть не может. Ника занял все те же тупики. Стоит, ждет. Одновременно и Аквариум проверяет. И выход на себя через вентиляцию. Нави начинает топать. Ника слышит соперников. Его окружают со всех сторон. Ника разваливает электроника. Ну хотя бы инфа какая-то у Нави должна теперь быть. Закрывает двери. Керриган разваливает Зевса. Эдвард пытается резвать Дигл. Ну, тщет на Ника. Моментальный хэдшот. Остается Симпл и Флейми. У Флейми, кстати, АК-47. И может быть именно ему стоило изначально идти первым и вырубать. Просто ну хотя бы подразмен как-то сработать со своими тиммейтами. Ну, 2 в 5. Не знаю, светит ли что-то команде Нави в этом раунде. Выстрел точнейший от Гардена. Ну, Нави тут не светит. Это понятно. Вопрос только в том, как им светит уже на последнем раунде и на второй половине. Потому что нужно собираться обратно из маленьких обломков Нави. Нужно собирать обратно команду. Нужно делать все возможное, чтобы не дать Фейзам выйти на Д-трейн. Потому что мы прекрасно понимаем, насколько там будет сложно играть уже против этой замечательной европейской команды. 15-й раунд. На ваших экранах есть калаши. АВП может быть от Симпла, если все-таки решаться. Потому что на атаке мы привыкли не видеть снайперской винтовки. Но, может быть, нет. Нет, Саша хочет все-таки калашик. Давайте понаблюдаем. Я все еще ратую за рампы. Потому что полноценного захода на эту точку не было еще ни разу за все 15 раундов. 4 калашникова и ВП у Словака. В ответ 5 калашниковых у команды Нави. Бай хороший, но все равно играет без ВП. Электроник все так же быстро решил сыграть. Заметил только, что Керригана, уходящего на лонг. И все-таки капитан команды Фейз не сумел ничего противопоставить. Решил сыграть нестандартно в этом раунде. Решил успеть, скажем так, занять важную позицию раньше, чем Элик. Но, опять же, Электроник уже не первый раз пушит нагло эту позицию. И справляется с соперником. 5-4. И, по-моему, спустя 7 или 8 раундов, до 7 отдых раундов подряд, наконец-то, впервые Нави сделали первый минус. И сейчас они в преимуществе. Я все жду к Зиста и его Зевса. Хочу, чтобы Зюстом побили Зюста. Вот он, вот он Зюст. Достань Зюст. Достань Зюст. Ну ладно, ладно, ладно. Зачем доставать Зюста, если у него калашников? Как же четко он контролит двери. И Зевс, и Флейми падают. Это большая проблема. Преимущество теперь за командой Фейз Клан. Вот он Ричард из команды NAP. Вот он красавец. Электроник, коктейль Молотова в вентиль. Ника отгоняют. Тем временем Эдвард, кстати, на девятке. Должен сказать своим ребятам, что, мол, на Аплент нужно заходить. Эдвард, Эдвард. Шикарнейшая позиция. Надо работать. Гарден. Без шансов, без вариантов. Насколько же Славак четко играет по сравнению с Де Миражом. Электроник вместе с Симпном заходят вдвоем. Есть три оппонента. Рейн все-таки погибает, но надо ставить бомбу. 27 секунд. В принципе, можно не торопиться. Гзист выходит с вентиляции. Его видят. Гзист 9 хп остается у него. Элик мог бы затащить этот раунд или хотя бы снизвести ситуацию один на один. А ты помнишь, с чего все это начиналось? С счета 7-0. 8 раундов подряд взяли сейчас игроки команды Фейз Клан. И это звоночек очень опасный. Понятное дело, что 7 раундов должно на нюке хватить с лихвой. Но уверенность, конечно, Фейзы набрали. Вот это важно. Все, кроме этого, началось с петушка Гзиста. Это был тот самый креугольный поворотный камень, который дал возможность. Да, P90 от Ричарда. Круто отыгрывает команда Фейз Клан в защите на нюке. Но, я думаю, у Na'Vi дефенс не хуже. И Na'Vi умеют играть. Главное, чтобы не расстроились. Главное, чтобы поняли, что 7 раундов должно хватить. И это, в принципе, счет довольно крутой. А я напомню, что все пистолетки брали Na'Vi пока. То есть 3 из 3. И надо брать сейчас 4. Не, ну если берут 4 пистолетку, тогда все возвращается на круги своя. И тут Фейз, конечно, будут лезть из кожи, чтобы реально отжать пистолетный раунд. Но в любом случае на нюке, как и на любой карте. Хотя на нюке еще тяжелее брать пистолетный раунд, если честно. Тут куда бы ты с глыками ни пошел, дистанции средние, близкие. И, опять же, двери, будка, да, то есть все узко такое. И юсп или там береты, да, можно тоже взять. Просто зажимаешь и вешаешь хедшоты. Но посмотрим, как оно будет. Начинается, по идее, пистолетный раунд. Команды свапаются девайсами. Ухо там байтит чат, говорит, что мы с тобой сглазили. Друзья, на самом деле сглазил... Ухо сказал, что на Na'Vi ставить, точнее, после пистолетки он там говорил 2-0, 2-0. Надо на самом деле говорить о Саше Инканисе, который сказал, что надо третью карту. Я хочу ее посмотреть. Я на самом деле уверен, Na'Vi все равно. Вообще не должны без шансов тут тащить. Я не вижу от команды Фейз. Я просто помню этот нюк против Астралис. У Фейз вообще ничего нет на нюке. Да, диффенс за счет скилла можно затащить. Каждый встал на точке и окей. Но сейчас за атаку им нужно показывать тактики, коммуникацию, какие-то вещи. И тут, поверьте, не будет так просто, как за КТ. Поэтому Na'Vi должны просто закрывать, если честно, ребят. Но посмотрим, как оно будет. Может быть, действительно будет третья решающая. Матч-то неплохой. Команды отличные. И чемпионы Сидней, и вице-чемпионы Dreamhack Марсель сейчас решают между собой, кто же все-таки является самой лучшей командой. Ну, если не брать внимание, Астралис, конечно. Который в любом случае пока что впереди планеты всей. А тем временем нас смотрит 65 тысяч зрителей. Спасибо вам, что вы с нами, что вы пришли посмотреть эту замечательную карту. Напоминаю, что это Best of 3 серия на Айфейз, которая идет за выход в полуфинал. При этом всем команда, которая проигрывает, никуда не улетает. Она просто выходит из группы на одну четвертую. То есть просто имеет возможность сыграть больше игр и получить себе ниже место. Кстати, непонятно еще, что лучше. То есть можно и в полуфинал попасть. В смысле? А как же? То есть у тебя day-off лишний получается? Да, но так это не нужно. Значит, что? Значит, влог Зевса. Можно записывать. А без этого day-off мы не получим. Зевсу не нужен отдых, чтобы записывать влог. Хорошо, в таком случае он может в два раза больше записать. Он может в перерыве записать. Вот может сейчас он и записывает, поэтому мы с этим ждем. И ребята, вы видели, 8 сейв, они затащили. Ребята, очень опасная ситуация. Что же будет дальше? Вот сейчас все сидят и смотрят, когда же Данька захочет записывать. Вот смотрите, у Флейми выпал наушник. У Флейми вставил наушник. У Флейми мышка переключается. Цвет красный, цвет оранжевый. Нужно поправить. Флейми поправляет провод. Итак, шутки шутками, а нужно, конечно. Шутки шутками, а Сенька такое же записывает. Заходите к ним на канал, смотрите. Он сейчас, конечно, может угорать сколько угодно, а контент примерно такой же. Тем временем парни сидят, разговаривают. Вроде как настроение хорошее. А у нас игра все-таки начинается, друзья. 8-7, напоминаем. Na'Vi взяли первую карту. Это можно понять по вот этой полосочке справа под Na'Vi. И сейчас мы понаблюдаем за атакой Фейз. Симпл стоит у нас в ангаре. Ждет сейчас своих соперников. Тем временем Фейза заходит вниз. Ну и пушится Бэпленд. Гардиан проверяет инфу. Флейми тем временем уже спустился через аквариум и готов принимать соперников. Команда Na'Vi, в принципе, втроем, по-моему, находится на точке Б. Кай Симпл наказывает все-таки Словако, спустился вниз за оппонентами. Но при этом два в дверях. И далеко не факт, что команда Фейз еще пойдет на точку Б. Рейна зажали в тупиках. Пытается Рейн отыграть со своим Глоком. И все-таки Электроник Рейна наказывает. Керриган в двери. Пытается расконтролить Эдварда. Возвращается Зевс. Пуш от игроки команды Na'Vi. Просто Фейзов по всем фронтам. Ника падает. И одному лишь Ника удалось сделать хотя бы один фраг. Да, так и есть. Тяжелый раунд для Фейз-клан. Ничего не получилось продемонстрировать. Опять же столкнулись с Сашей и его командой. И теперь уже надо играть в Форсбай. Эстонави сейчас будут укреплять постепенно свою защиту, свою экономику. Нельзя здесь терять ни одного девайса. Желательно на следующих двух раундах, чтобы было попроще. Вот они ЦЗшки от Фейз. Дигл от Ника. И попытка быстрого раунда, наверное, с этими ЦЗшками. Потому что нужно сокращать дистанцию. Два крокодила, кстати, от Зевса и Фейн. Два крокодила. И при этом они пропустили Экзиста уже вентиляцию. Зевс по таймингам как-то не успел. Зевс промахивается. Решил перезарядиться не вовремя. В итоге делает всего лишь один минус. Дробовик в этой ситуации абсолютно не зарешал. Ника разваливает электроника. Благо Эдвард на пленте. Экзист, который первым промчался через Вентиль, остается последним игроком у команды Фейз. И по нему, по идее, должна быть инфа. Потому что Зевс понимал, что кого-то одного он там пропустил. Да тут главное, чтобы бомба все равно под контролем у Нави. То есть Экзист пришел на Б, бомбу не притащили. Он говорит, ладно, я приду на А снова. Ну, позиции неплохие. Тут, наверное, будку надо занять однозначно. И вот так смотреть девятку. Эдвард занимается, собственно, контролем вышки. Поэтому Экзист тут почти ничего не светит. Правда, этот переживает. Но если Эдварда убьют, то у Флейми шотган из такой дистанции будет крайне тяжело работать. И там Эмка, там Эмка появилась у Гзиста. Это проблема. Эдвард стоит на пленте. Экзист проверяет будку. Эдвард спалился. Экзист ушел. Не надо. О, укорушка. Он понял, что все-таки с дробовиком тут абсолютно не вариант. И с Юспом раскатал соперника. Кстати, этот раунд может заставить команду Фейсклан покупать снова пистолеты. И сейчас они могут сесть в серьезную долговую яму. Или все-таки экономически, но тогда... Или, возможно, их пришпорят, точнее, привяжут к лошади и центром города прокатают. Дробовик у Зевса. МПХ1 у Эдварда такая же или похожая у Электроника. МП7, МП9. Ну и команда Фейс Клан идет в двери. В дверях у нас при этом коктейль Молотова. Симпл уходит назад. Ну и, по-моему, Фейс Клан вот-вот выйдут. Сейчас Зевс должен собрать казино. Давай, Даня, покажи нам. У него 4 килла пока. Давай, 5-й, на, на, на! Нет, нет. Как же мало демеджа почему-то вносит этот дробовичок. Причем безарморные оппоненты. Должны были умирать все, но не получилось. Эдвард, благо, фармит у него плюс 1800. Да, 3 килла от Эдварда. Ну и счет 10-8. Полноценный байраунд от обеих команд. Важнейший раунд, опять же, для Фейс Клан. Напоминаю, что они могут сейчас проиграть эту Бест-От-3 серию. Первую карту они уже отдали на Дамираже. И Детрейн им только снится пока что. Давайте понаблюдаем, как сейчас будут чувствовать себя Фейс. Вообще, что они приготовили нам на атаке? Сеня утверждает, что они ничего не готовили, ничего не показывали против Астралис на Данюке. Может быть, здесь что-то у них получится. И Снэпи пришел на спектейтеров. Да, Снэпи решил посмотреть на настоящих профессионалов своего дела. Симпл возле вентиляции. Выход от команды Фейс Клан быстрый на Аплайн. Здесь моментально падает. Только сейчас Электроник пытается отыграть со своим пэшкой, но никого он даже не дымажит. И команде Na'Vi, если честно, можно задуматься сразу над сейвом, потому что Аплайн полностью оккупирован командой Фейс Клан. И действительно, выбить точку А будет почти нереально. Электроник, по-моему, уже уходит на сейв. Так что поступает Симпл. Пытается, правда, отыграть вентиляцию с Авиком, но промахивается. Ну и Флэйми тоже не торопится. Тут есть какие-то экзитфраги только получится сделать. Особенно если взять, что Электроник может, в принципе, посеять свой девайс. У него ТМП-9. Мне особо жалко. Элект отойдет, откинет Молик. Ну да, ну в общем и целом Фейс не смогут выбить, наверное, ни одного девайса из Na'Vi. Только вот если сейчас открываться не будет, Флэйми. Егор на мужика идет, стреляется, говорит. Погнали со мной, Эдвард, погнали Егора. И они пошли, да, они пошли стреляться. Зачем? Не знаю, честно говоря. Потеряли намного больше, нежели чем приобрели. Хотя надеялись, наверное, убить всех выходящих синего оппонентов. 9-10. У Na'Vi потери по экономике. И теперь уже закупаются они в последний раз. И сейчас проиграют. АВП все еще сохранено у Симпла. Японайн от Эдварда и Эмки для остальных. Ну что ж. У нас 5 АК 47-х. И вторая армора. Плюс огромное количество гранат. Плюс АВП у Симпла в руках. Na'Vi, в принципе, понимает, из-за чего они отдали в прошлый раунд. И должны сейчас укрепить и улицу, и выход через двери. Откидывают моментальные коктейли Молотова, которые не дают действовать игрокам команды Фейс. Конечно, по-моему, Фейзы решили сделать, ну, какой-то похожий раунд. Гардиан уже со смоком. Ребята действуют через будку. Начинается быстрый выход. Ошибается Эдвард. Зевса сейчас тоже расконтролят. Он за вентиляцией. Нет, Симпл пришел на помощь. Даня в итоге живет до конца. Гардиан чекает. Прилетает флешка. Зевс. Коктейль. Хаешка под Гардиана. Но опять в никуда. Как же эти хаешки не дымажат в CS GO? Ситуация 2 в 3. Ника и Словак. При этом вентиляция у нас есть игрок защиты. Ну и Флейми чекает будку. На плен выйти тяжело. Бомба в руках Егора Васильева. Ну и Ника и Гардиану будет крайне сложно. Интересно то, что самую классическую позицию, при раскидке, кстати, с крыши, почему-то не проконтролили. Симплы на девятке не смогли хоть как-то отзонить, да, там, откинуть флешку. Возможно, даже он был ослеплен в самом начале, но потом смог сделать свои два килла. Ника потерял собственную жизнь, Гардиана не видно здесь. Он убивает Флейми, но ничего страшного еще не произошло. По нему есть инфа, 45 секунд есть у Гардиана, но бомба не под его контролем. Флешка в потолок, полетели, пошли. Но опять же, да, Элик тут вместе с Симплом не могут его пропускать. Это физически нереально. Я тебе скажу на самом деле, почему. Потому что они гнюк не играют. У них вообще два раунда как бы были, ну, сами видели. Один двери плюс пристройка, другой просто будка понеслась. И как бы здесь же простейший вот этот раскид улицы зашел. Да, у них нет, у них нет этого раскида. Они не знают этой тактики. Ну, потому что они не тренируют нюк. Там два смока на улицу. Любой человек знает, как кидать эти два смока на улицу. Это если ты играешь нюк в Метисуга на ММ. Хорошо, между каточкой скачал карту, которая из мастерской, где показана прям точечка в точечку. Или там, не знаю, гайд в Ютубе нашел. Посмотрел этот смок. Вот, вот они есть у них. Видишь, уличные смоки имеются. Сейчас вот там Рейн должен будет ползать. Главное, чтобы не было уличной магии. Флейми начинает нашивать сейчас радио. Тут Гзист тиммейтами. Рейн заходит в тупики. На нижнем этаже у нас никого нет. Флейми откидывает флешку, понимает, что выход на рампу. Позиция не очень хорошая, но стрельбы Егору хватает забрать двоих. Гзист и Нико падает. А вот Симпл промакивается, но благо с Юспа он просто не прощает. Тем более у Керригана еще и не было второго армора. Армора Эдвард снова не везет. Не реализовал свою МПшку, но с другой стороны ХП у Гардиана совсем мало. Гардиан, 40 хп, калаш на руках, второй армор. И вот-вот его должен заметить Саша Костелев. Саша контролит как раз-таки выход на себя. И хватит ли реакции? Нет, Словак проходит. Симпл живет. Занимает сейчас пристроечку над собой. Над Гардианом. За холодильником пытается морозиться до конца. И все-таки забирает Словако. 12-9. Там форс, по-моему, был от фейзов, нет? Там сейчас должен быть экономический раунд. Это не форс, просто калаши нормальные были. Замечу то, что этот раунд вообще ни разу не показывали Нави на атаке. То есть я уже говорил, что нет полноценного выхода на рампы. И сейчас фейзы хотя бы нам его показали. Флейми отлично отыграл, несмотря на позиционку не самый лучший. Потому что этому Нави ему нет такого выхода на рампы. Потому что, как бы... Знаешь, если взять всю вторую половину их атаки, то там большинство раундов не работало. Нет, но попытаться нужно было, да. Там выйти, возможно, хотя бы разок на рампы, аккуратно на Рейна. Тем временем, Зевс неплохо принимает двери. Гзис падает, Ник туда же. Ситуация 5-3. Коктейль Молотова на Родейке. И до свидания, команда Фейсклан. У Рейна и Гардиана нет ни армора, ничего, ни хп. Рейн, правда, пресекает сейчас неплохо Симпла. Но было бы неплохо отжать назад свой авик. Ну и Нави поняли, что нужно... Братья, 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 братья. 13-9. Пользу рожденных побеждать. Таймаут от команды Фейсклан. И ребята попробуют сейчас нашифровать какой-нибудь быстрый раунд. Сейчас на полминуты научатся Нюк играть. Это 100%. Но опять же посмотрим. Мы видим то, что есть разнообразие плюс-минус в атаках. Пришел с работы, слава богу, успел. Пока жена готовит ужин, есть время потопить за любимую команду. Пишет нам нуб стайл. А вон жену, кстати, видно за стеночкой. Да, точно. На кухне там занимаются. Штанишки видно. Ну, надеюсь, что ужин у тебя будет вкусный. А соответственно с этим, что Нави тоже победят. И можно будет с довольным ощущением удовлетворения спокойно доедать свою еду. Ду-9-13. Тут пока непонятно, куда будут идти фейзы. Непонятно, что они должны здесь показать, чтобы выиграть. Я думаю, они и сами не в курсе. Пять АК-47, вторая армора и раскидка. Эмки и АВП у Симпла в руках. Нави делает дефолт. Ну, а фейзы покажут нам, к чему же они все-таки пришли в этой ситуации. Электроник неплохо поджимает улицу. Раскатывает моментально Словака. Словака пытается сэмочки зажать. Еще забирает Рейна. И Нави прочитали все-таки фейз клан. Преимущество зарожденным и побеждать. Зис, правда, в смоке. Сейчас кого-то найдет. Зевс ошибается. И это 2 в 3. Шансы у команды фейз остаются. Но Симпл как же хорош с авиком. Щелкает и к Зиста, и Керригана. 14-9. Два раунда нужно взять Нави, чтобы победить на карте Денюк. Очень близки. Очень близки Нави сейчас. Потому что, чтобы забрать всего песта в 3 серию. Опять же, наверное, самые оптимистичные даже наши зрители не ожидали, что фейзы могут проиграть вообще 2-0. То есть, не взяв ни одной карты. Да, борьба была на Мираже. Да, борьба есть и здесь, и сейчас. И 9-14 это еще не приговор. Но фейзы берут еще одну паузу. Хотят обсудить, что же здесь будет происходить. Кстати, по поводу ужинов. Ты знал, что помимо пиццы есть еще пинса. И внутри еще пинсы есть разделение на пинзу. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Я имею в виду, я про еду итальянскую. Нет, не знал. Вот есть разные варианты. Я знаю только макароны итальянские, пиццу и лазань. Это понятно, да. Так вот, внутри, короче, у нас есть заведение, которое специализируется на пинсе и на пинзе. Отдельно. Помимо тех заведений, которые занимаются пиццей. Опасно. Особенно для прямого эфира. Особенно пинза. Рейн, Сузи и ЦЗшки. Плюс первые и вторые арморы и раскидка гранат. Ну, под контролем карта у команды Na'Vi. Остается совсем чуть-чуть. Нужно просто заводить начатое до завершения. И всего лишь один раунд, я напоминаю, взяли фейзы за атаку. Они пушат сейчас пристройку. О, Электроник. Вот такой вот спрей. Экзист падает. Рейн туда же. Керрига. Нумирает. Гардиан. Нумирает. Ника остается один против четверых. Ника пытается взять раунд. Но нет. 15-9. Na'Vi нужно заканчивать карту. Денюк. У команды Фейс Клан. 4,5 тысячи долларов. Да. Дали сейчас пинсы полноценный. И Фейс Клан должны сейчас сделать что-то серьезное. Потому что решающий раунд. Давайте хоть что-то посмотрим. Может быть, опять же, быстрый врыв. Может быть, что-то получится. Но вера нет никакой, конечно, в европейский коллектив. Na'Vi явно на голову выше своего оппонента на сильной стороне Денюка. И Гардиан будет открываться с улицы. Несколько тиммейтов его должны поддерживать через флешки. Заход. Гардиан чекает возможные поджимы. Опять же, Na'Vi играли агрессивно уже на улице. И в этот раз они не повторяются. Электроник вместе с плейми займутся перекрытием Сикрита. Аж вдвоем они сюда встанут и не будут никогда пройти. Юм под Керриган и четыре Калашникова. Пока что террористы стоят на контроле карты. Электроник выходит на улицу. И все-таки Ника его забирает. А вот флейми не ожидали. Но с другой стороны Гардиан перекрывает уже позицию. Ситуация 3 в 4. Эдвард Сэмкой проверяет сейчас лонг. Рейн моментально забирает Ивана Сухарева. Но как-то Na'Vi решили слишком агрессивно сыграть в последнем раунде. И все-таки фейзы их за это наказывают. Зевс на плейнте чекает девятку. Там у нас ходит уже Рейн. Зевс его слышит. Рейн может быть погибнет. Нет, Рейн не подставляется. Понимал, что именно здесь скорее всего где-то находится соперник. Поэтому в принципе Зевс падает. Симпл последний игрок команды Na'Vi. Туда же. 15-10. Противостояние не заканчивается. Да, дают нам надежду фейс. Взяли два раунда на атаке. Может быть получится еще и третий. А там уже еще больше интриги. Еще больше веселья. И это Best of 3 может даже продолжиться на D-трене. Никто не знает. Но пока максимум, на что могут надеяться фейс, это конечно же допы. Потому что уже 15 раундов имеется у Na'Vi. Надо взять еще несколько подряд. Или на пятерку подряд надо брать фейсам. И Зевс берет себе Оскаровского крокодайла. Но опять же, да, в руках Оскара этот девайс явно смотрится очень-очень опасно. В руках Зевса пока еще не так. Дист у нас тем временем с АК-47 проверяет лево-право. Симпл поджимает рампы, промахивается. Неужели пойдет дальше пушить? Да, насколько агрессивный Саша. Ну и по идее должен там забрать еще как минимум одного из соперников. Правда, думает, что справа от него находится террорист, поэтому не пушит до конца. Но никого справа нет. И, может быть, Гарден сейчас пойдет на радио. Прилетают гранаты на плент. Симпл все-таки Гарден забрал. Б-плент открылся. И все, спускаются терры вниз. Там перекрытие пошло у нас в флейме. В флейме забирали. Ну, что-то как-то, да, не очень. Еще и на вилке встречает Элек. По одному гибнут Na'Vi. Нужно все-таки сыграть вместе было в этой ситуации. Зевс с конца этого раунда 11-к 47-м должен уйти на сейф. Это 15-11. И, кстати, денег уже у команды Na'Vi, по-моему, не должно быть. Что-то там было. Сейчас, покажите нам данного. Не, не этого. Что ж, печаль, беда. Na'Vi. Na'Vi может не хватить того самого восьмого раунда на атаке. Для того, чтобы завершить противостояние в свою пользу. Поэтому 150-е от плейме. Юспы для остальных. Электроник. Но пока ощущения очень-очень сомнительные. В вопросе камбэка для фейсклона. Да, 12-е они возьмут, скорее всего, потому что Na'Vi экономит полностью. Даже Электроник решил не закупать себе ЦЗшки. И это время для того, чтобы просто обсудить. Можно использовать этот раунд как паузу. Тут надо, знаешь, что сказать этому человеку? Пацаны, давайте выиграем. Хватит заниматься фигней. Потому что реально команда фейс это, несмотря на то, что нюк не играют. Несмотря на то, что уже сами в какой-то момент стали рашить и отыгрывать не до конца. Но все равно это скилловые ребята. И они видят счет, как бы, да. Он совсем скоро станет, скорее всего, 15-12. А 15-12 это три раунда. Из трех раундов два бая. Соответственно, всего лишь два бая нужно взять против Na'Vi. И как бы они могут собраться. Тут есть авторитеты а-ля Ника, да, или Гардиана, которые могут просто в соло, ну, забрать двоих-троих ребят из Na'Vi и все. И тем самым выиграть раунд. Поэтому тут нельзя доводить до точки скипения. И уже, если выигрывает, то в следующем раунде, скорее всего. Выход на точку B. Там у нас у Na'Vi никого нет. Ну и все закончится установленной бомбой и взятым раундом. Да, вообще бескромно по дружбе решили этот раунд сыграть. И у нас, парни, из 10 числа их никто не погибает. Может быть, Электроник здесь отдаст свою жизнь, но, опять же, это ни на что не повлияет, ясное дело. У Элик погиб, окей. Чисто стату себе поднял немножко Мика. И 12 раунд для Фейсклон. Друзья, если вы болеете за одну из команд, самое время начинать поднимать читы. Потому что это решающие раунды. Это самые-самые вкусные и сочные раунды, которые мы можем увидеть вообще во всем этом B3 противостоянии. Ну, не считая возможным D3, если он вообще у нас будет. И, конечно же, Na'Vi сейчас нужно приложить все усилия, чтобы не дать оппоненту выйти на допы. Потому что на допах будет крайне страшно. Опять же, форму могут набрать Фейсклон. Уже Сеня об этом говорил. И все прекрасно понимают, что если они доходят до 15.15, то могут вообще не отпустить Na'Vi и выйти на третью карту. 4.000 у нас у рожденных побеждать. В принципе, денег немного, но, скорее всего, они будут покупать сейчас. Если что пойдет не так, то в последнем раунде тоже можно будет брать эмки. Пауза. И, скорее всего, пауза уже от Na'Vi, по идее. Хотя фейзы тоже могут сейчас поставить ее, дабы обсудить. Но, в любом случае, две команды могут говорить. Поэтому это пауза от Na'Vi. Number three. Ого, да вы англичанин. Да. Я недавно, кстати, одному чуваку, какому-то болельщику ВКонтакте, в тесты помогал проходить по английскому. Да, серьезно? Там надо было слова вставить, типа these, those, them. Было сложно? Не, очень. Нормально? А какой это класс был? Не знаю, мы же седьмой. Хотя не, ЕГЭ. Что? Это девятый, значит. Нет, это Агия. Ну, хотя, может быть, там уже переименовали, на самом деле, там изменения были. Но, в любом случае, для девятого класса это нелегкие. Что? Жаль, некому приготовить ужин. Я не знаю, к чему бы слово здесь засажу, но... В любом случае, надеюсь, что ужин ты сам себе сможешь приготовить после этого матча. А пока мы пристально смотрим за двадцать восьмым раундом на Денюге. Итак, пообщались с Na'Vi, пообщались с Фейзы. Фейзы решили сыграть аккуратно. Ника готов показать нам какую-то флешечку. Занимают крышу игроки команды Фейсклан. При этом, Кзис чекает Родейку и Будку. Но Na'Vi, понятное дело, пушить уже не будут. Они стоят просто на своих исходных позициях. Эдвард рискует скушать много флешей. Но, может быть, повезет. Коктейль Молотова один, второй. Эдвард замечает ножки, падает на плен. Пока что ослеп. Выход на Ваню Сухарева. Зевс тем временем реализовывает свой дробовичок. Эдвард патроны заканчиваются. Симбл приходит на помощь. Ситуация печальная. Но два в три. Фейзы сражаются. Саника, последний игрок команды Фейсклан. Разваливает Флейме. Разваливает его Эдвард в ответ. 16-12. Поздравляем команду Na'Vi. Это 2-0. И все-таки я не сглазил. Потому что сглазить нельзя, друзья. Поверьте, Na'Vi, если были готовы, они готовы. Если не готовы, они не готовы. Такая вот простая формула. Na'Vi молодцы. На Мираже, на самом деле, многое решилось. Нюк тут сами видели. Ну, подготовка одной команды, подготовка другой команды. Поэтому Фейзам еще нужно поработать, как минимум, на ДТК. И мы поздравляем Na'Vi за то, что они выходят сразу же на полуфиналы. Напоминаю, Фейзы, соответственно, выходят на четвертые финалы. Ни одна из этих команд никуда не вылетает. Все в порядке. Все еще по плану идет. Просто Фейзам придется пройти на одно испытание больше. И, может быть, это лучше для них. Они подготовятся, они... Поиграют нюк. Поиграют нюк, возможно, да. Поэтому в любом случае мы видели Фейзов, у которых там не особо все шло на ЕМ Сидне. А потом взяли, дошли до финала и обыграли команду Astralis. В принципе, то же самое они могут сотворить и здесь. Поэтому поздравляем еще раз вас, дорогие зрители. Сургут, извини, Фейзы сегодня проиграли, но, опять же, не страшно. Но в любом случае болельщики...